Всем привет, друзья! Как много из вас знают компьютерную игру Silent Hill? Это там происходит всякая жуть в шахтерском городе-призраке. Между прочим, город Silent Hill имеет реальный прототип. Так вот, сегодня я расскажу вам о реально существующих заброшенных промышленных городах мира, о которых вы могли не знать. Когда-то здесь рыли шахты, работали заводы, а сейчас это лишь мертвые дома с пустыми окнами-глазницами. Перед тем, как мы начнем, скорее подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Это канал MASH News, Андрей. Погнали! Город Сент-Рейлия в США, штат Пенсильвания. Именно этим городком вдохновлялись разработчики игры Silent Hill. Благодаря им Сент-Рейлия, или по-другому Централия, обрела широкую известность по всему миру. Небольшой городок существовал за счет угольной промышленности, и к концу 19 века его население составляло 2000 человек. Как это не прискорбно, но смерть города наступила по причине человеческой халатности. Трагедия произошла в 1962 году. Местные пожарные путем выжигания очищали городскую свалку и не сумели локализовать огонь. Пламя проникло под землю в заброшенные угольные шахты столетней давности. Из-за подземного пожара в воздух стало выделяться много углекислого газа. Однако, жители не покидали город до начала 80-х годов, не подозревая, что под землей горит уголь. Ухудшение здоровья списывали на другие причины. Когда горение обнаружили и выяснилось, что потушить пожар невозможно, жителям предложили отселиться. Большая часть уехала в 1984. Самых упрямых насильно вывезли в 1992. В 2002 город был признан упраздненным. Большую часть зданий снесли. Сейчас Сентрелия нисколько не похожа на Silent Hills видеоигр. По сути, это просто загородный пейзаж с несколькими руинами, парой домов и скрытый в лесу церковью Девы Марии. Однако, последствия трагедии настигший город до сих пор скрываются под землей. Пожар так и не потух. По прогнозам, уголь будет гореть еще порядка двух с половиной веков. В России есть свой шахтер, которого постигла печальная участь. Это Кадыгчан в Магаданской области. Этот мертвый шахтерский город расположен на трассе, ведущей из Магадана в Устнеру. Он был основан в середине 1940-х годов как рабочий поселок. После того, как геолог Борис Вронский нашел здесь на глубине 400 метров залежи каменного угля. В стране шла война и открытие нового угольного месторождения давало дополнительный шанс поддержать промышленность, которая полным ходом работала на оборону. Первыми поселенцами Кадыгчана были заключенные и привезенные из колымских лагерей. Именно они строили бараки поселка и занимались разработкой шахты. На местном угле работала Аркоголинская ТЭС и снабжала электроэнергией более половины Магаданской области. В 90-х годах в Кадыгчане проживало уже более 6 тысяч жителей. После взрыва в одной из шахт в 96-м году жители стали постепенно покидать поселок. Тогда городок было решено закрыть в избежание повторения трагедии в будущем. Сегодня Кадыгчан представляет собой классический город-призрак. В квартирах остались разбросанные книги и полуразвалившаяся мебель. В гаражах ржавые машины. Еще один брошенный город с Дальнего Востока – Иултин. Расположение на Чукотке. В 1937 году на горе Иултин геологом Валерием Миляевым было открыто одно из крупнейших в мире месторождений – Вольфрама и Олова. Правда, строительство одноименного поселка началось лишь в начале 50-х. Первые здания и 200-километровая автодорога, так же, как и в Кадыгчане, были возведены силами заключенных. 3 сентября 1959 года состоялся пуск Иултинского горно-обогатительного комбината. По чукотским меркам Иултин был густонаселенным поселком. В нем проживало более 7 тысяч человек. Были построены детские сады, школа, дом культуры и спортивный комплекс. В 90-х добыча руды и ее обработка стали убыточными. В 95-м некогда процветающий и крупнейший геологический поселок Чукотки был упразднен. Последние жители покинули Иултин в начале нулевых. Сегодня Иултин – еще один типичный город-призрак на карте нашей страны. Так в городе сохранилась выведенная электросваркой фраза «Ушли, не став богатыми» – символ бурной советской истории Чукотки. Сохранилась шахтная узкоколейка, электропоезда, ржавые тракторы, агитационные плакаты и прочая советская атрибутика. Друзья, а вы бывали в российских городах-призраках? Мне кажется, это довольно жуткие места, но со своей особенной атмосферой. Если были в таких городах, то обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. Город Боди в США, штат Калифорния. Вообще в США много крошечных городков-призраков. Например, брошенные старательские поселки времен Золотой Лихорадки. Боди – один из самых известных у себя на родине. Его основал в 1859 году золотоискатель Уотерман Боди. В 80-м город разросся до 10 тысяч человек. Потом закончилось золото и в 17-м разобрали железную дорогу. А в 42-м город лишился почтового отделения. То есть исчез официально. Но землевладельцы решили не бросать город на разграбление и наняли рейнджеров-сторожей. Город был законсервирован, тщательно охранялся и в 60-х открылся в качестве национального. Парка исторического города старателей. Сохранность Боди потрясает. Ни одно стекло не выбито. Сохранилась вся мебель. А в местном казино на столе до сих пор валяются фишки. Рейнджеры молодцы, одним словом. Но, пожалуй, самые сохранившиеся мертвые города находятся в Чили. Это Хамберстон и Сюэл. Между прочим, они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый из них был основан в 1872 году на селитрянных копьях посреди пустыни Атакама, что на севере страны. Город рос и богател с каждым днем. Селитрянная лихорадка в Южной Америке не уступала золотой в северной. Город был прекрасен. В нем имелись даже большой театр с постоянной труппой и спортивный бассейн. Но к 1950-м запасы селитры истощились. В 1958 году шахты закрыли и рабочие покинули город. Хамберстон почти не разграбили из-за удаленности от других поселений. В 1970-м чилийские власти объявили его национальным памятником. Отреставрировали и с тех пор Хамберстон живет странной временной жизнью. Тут даже проводятся ярмарки для туристов. Хотя постоянного населения нет. А вот его собрат Сьюэлл был расположен совсем в другом месте. В чилийских Андах. Это еще один столь же хорошо сохранившийся законсервированный город. Основан в 1915 году для обеспечения рабочей силой предприятия по добыче меди. Этот городок по-своему уникален. К примеру, все здания Сьюэлла изготовлены исключительно из дерева. И даже сегодня сохранили на себе остатки яркой краски. А медная шахта считалась самой большой в мире. Но уже в 70-х годах прошлого века запасы меди были исчерпаны. А необходимость в содержании города и его жителей отпала. Шахта была национализирована, признана нерентабельной и закрыта. Некогда имевший 16 тысяч жителей город умер. И на улицах Сьюэлла нельзя было найти ни одного человека. Но разграбить город не успели. Правительство тут же оценило красоту местности и объявило мертвый город туристической зоной, памятником старателям. Так Сьюэлл и стоит по сей день. На этом наше видео подходит к концу. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, если до сих пор этого не сделали. Ну и на этом все. Это канал МашНьюз. Андрей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok